Проблема у айтишников, где и за сколько заказывать оргтехнику, сегодня стоит крайне остро. Если раньше были какие-то прайсы, на сегодняшний момент внутренний курс у всех поставщиков пересчета 140 рублей за доллар, и долларовые цены в среднем поднялись примерно на 50%. О новом оборудовании, которое придет в Россию, никто ничего сказать не может вообще. С учетом того, что производители, скажем так, микропроцессоров отказались поставлять их в Россию, вообще непонятно на сегодня на чем работать. Серьезные проблемы и у пищевой перерабатывающей промышленности. Так, чтобы производить социальные продукты, те же макаронные изделия, нужно импортное оборудование. Нам необходим зип, который тоже сегодня будет проблема, как мы его будем покупать, где мы его будем покупать. То есть, как мы будем дальше работать. У нас не решен вопрос с сырьем. То же касается расходных материалов, которые сейчас у нас, они все импортозависимые. То есть, упаковка. То есть, мы каждый день получаем письма. То есть, повышение цен, повышение цен. Мы еще не рассмотрели вчерашнее письмо. Сегодня там уже пришел шквал писем о том, что опять идет повышение. Вскрылись проблемы и в косметической отрасли. Ведь львиная доля поставок идет за границы. Так, одна из известных косметических фирм практически полностью закупается в Европе и Азии. И что будет с дальнейшими поставками, непонятно. В России практически нет. Очень маленькая доля, которую мы можем использовать. То сырье, которое мы получаем сегодня, оно пересчитывается по новому курсу. Организаторы круглого стола и бизнесмены направили обращение президенту страны с просьбой поддержать предпринимателей. Значительно снизить налоговую базу на прибыль, сохранить ставку под действующим кредитом и предоставить льготные займы предприятиям. Ведь предприниматели – это десятки миллионов людей в стране, которые сегодня нуждаются в поддержке государства. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. Продолжение следует...